С начала года в Казахстане задержано более 600 квартирных воров, в том числе 36 гастролеров, совершающих кражи в разных городах, и 29 преступных групп. Как заметили оперативники, квартирные кражи совершаются одними и теми же лицами, которые имели возможность уйти от ответственности, примирившись с потерпевшими. В результате принимаемых мер за последние 5 лет количество квартирных краж снизилось на 33,4%. Так, если в 2017 году было зарегистрировано 37 тысяч квартирных краж, то в 2021 году их зарегистрировано не более 12 тысяч. Аналогичная тенденция снижения их совершения сохраняется и в текущем году. На полицейске отмечают, что лица, совершившие кражи личного имущества, постоянно совершенствуют свои навыки и способы проникновения в квартиры граждан. Они используют современную технику, мобильную связь, приобретают и изготавливают инструменты, специально приспособленные для вскрытия дверей и замков. Учитывая это, сотрудники МВД рекомендуют соблюдать простые правила безопасности. Установить дверь с хорошими замками. Чем больше оборотов ключа предусмотрено, тем надежнее замок. Еще полезно будет установить защелку изнутри или же повесить старую добрую цепочку. Очень важным вариантом является установление цельнометаллической двери. Также важно, чтобы дверь открывалась не вовнутрь, а наружу. Воры часто проникают в жилище не через дверь, а через окна. Они умудряются вскрывать пластиковые окна. Лучшее средство с точки зрения безопасности – стационарные решетки. Их невозможно распилить или сорвать. Решетки необходимы не только для жителей первого, второго, третьего и последних этажей, но и для тех, чьи окна выходят на козырьки подъездов или же проходят рядом с газовыми трубами и пожарными лестницами. Можно установить профессиональную сигнализацию. То есть при проникновении в жилище срабатывает оглушительный сигнал, рев, поступает сигнал на пункт охранной организации, направляется группа быстрого реагирования, после чего происходит задержание преступников. Также имеется автономный GSM-сигнализация. То есть здесь в случае проникновения в жилое помещение поступает СМС-уведомление саму владельцу квартиры, после чего он сам уже самостоятельно просит соседей проверить или же вызывает полицию. И конечно полицейские не рекомендуют хранить крупные суммы денег и драгоценности в шкафах или под матрацами, а использовать для этих целей хорошо закрепленные сейфы или же воспользоваться услугами банков. Витальд Луговской, РТН